Я очень рада. Я рада всех приветствовать и спасибо огромное, Татьяне, за такое представление, такое полное, раскрытое. Она фактически рассказала практически все обо мне. Итак, я немножечко еще два слова скажу, чтобы вы понимали, чем мы сегодня будем заниматься. Я занимаюсь арт-терапией, я психолог, провожу индивидуальные консультации, работаю в группах, занимаюсь именно работой с конфликтными ситуациями и в организациях больших и малых в том числе, и, конечно же, бытовые конфликты тоже. Плюс я занимаюсь развитием мышления и творческого, и логического мышления, как у детей и у взрослых. И сегодня мы с вами будем работать с чувствами, а вернее с одним из чувств, которое знакомо каждому из нас, наверняка, да, это чувство обиды. И Татьяна уже немножечко рассказала, что чувство обиды, оно, конечно же, манипулятивное. И я еще хочу немного добавить, что чувство обиды достаточно разрушительное чувство. Я прошу прощения, сейчас я так с лазиками. Чувство, конечно же, это распространено. Практически каждый из вас испытывал это чувство, да. Но хочу сказать, что с ним нужно быть аккуратным, потому что по своей разрушительной силе оно очень-очень мощное. Самая большая обида, самая разрушительная обида, как вы думаете, это обида на кого? По силе разрушения именно внутренних там эмоционального состояния и даже, которое влияет на наш физический план. Как вы думаете, какая самая разрушительная обида на кого, когда мы обижаемся? На самого себя, абсолютно верно. Татьяна, действительно это так. Когда мы обижаемся на себя, то мы блокируем вообще свое развитие и духовное, и эмоциональное, и начинаем разрушать еще и физическое свое здоровье. Я сегодня теоретизировать много не буду, потому что я приготовила для вас два очень интересных упражнения, которые вы можете использовать как самостоятельно, а также, если вы психолог и работаете тоже с клиентами, вы сможете использовать эти две методики самостоятельно в своей работе уже с ними. И первую часть, которую мы с вами будем проходить, это арт-терапия. Что такое арт-терапия? Я в двух словах скажу, что такое арт-терапия. И вы, ну, кто-то уже с этим знаком, кто-то нет. Арт-терапия заключается в том, что мы что-то создаем, да, творим. Либо мы рисуем, либо мы там пишем, сочиняем какую-то историю, либо мы что-то вылепливаем, либо мы вообще там танец какой-то изображаем телом, да. И все это помогает нам затем анализировать и смотреть на те проблемы, которые отражаются в нашей жизни. То есть это такая мягкая работа со своими проблемными ситуациями. Особенно это очень хороша арт-терапия, когда человек не может вербализовать, да, то есть не может объяснить, что с ним происходит. Бывает так, что состояние, мне очень плохо, я себя плохо чувствую, ничего не хочется, апатия и так далее. Но человек не может объяснить, почему, причины. Тогда мы включаем арт-терапию, начинаем рисовать эти состояния, анализировать и так далее. Те люди, кто занимаются творчеством, а я знаю, что здесь такие есть. Конечно же, творчество само по себе, там рисование, лепка и что бы то ни было, да, оно тоже терапевтично, оно позволяет просто свои эмоции как-то проживать. Но чем отличается арт-терапия от просто творчества? Только тем, что есть психолог, который позволяет вам, помогает вам проанализировать ситуацию и помогает вам выйти, да, из этой сложившейся ситуации, справиться с теми чувствами, которые возникают. Я вот здесь еще несколько причин вам про обиды тоже показала, слайдик. Конечно же, обижаемся мы в тех случаях, когда у нас есть нереалистичные ожидания от других людей, или мы не даем право на ошибку ни себе, ни своему партнеру, или интерпретируем неправильно. То есть нам кажется, что человек должен был вести себя вот так, а он ведет себя по-другому, да, и это, конечно, тоже вызывает чувство обиды. Вообще, на самом деле, обида такой тормоз. Смотрите, когда мы обижаемся на какого-то человека, мы останавливаем в развитии не только себя, да, но и того человека, на которого мы обижаемся. Много есть информации про обиды, мы как-то ее либо подавляем, то есть говорим, что нет-нет-нет, мы не обижаемся, да, на человека, или вообще это выше меня, что я буду обижаться на кого-то, да. Либо мы начинаем маскировать свою обиду, то есть всем рассказываем, что хорошо отношусь к человеку, но как только с ним встречаюсь, да, сразу же, ну, у меня возникает, допустим, чувство, что я не рада его видеть, там, кислый голос такой и так далее. То есть мы каким-то образом все время маскируем эту обиду. Ну и, конечно же, есть ситуации, когда мы можем поблагодарить свою обиду за то, что она пришла, нас чему-то научила. Да, в любом случае, любая ситуация в нашей жизни – это определенный урок, который мы должны пройти так или иначе, для того, чтобы расти, для того, чтобы понять себя лучше, преодолеть какие-то внутренние свои барьеры, страхи и так далее. И для этого в том числе возникает и обида. Итак, друзья, самый основной вопрос – кто может нас обидеть, да? И ответ очень прост. На самом деле обидеть человека невозможно. Можно только на него обидеться. То есть это наше внутреннее решение на ситуацию, которая возникает, и ничья больше. И самое интересное, вот в обиде есть огромное количество определений. Но то, что мне нравится, вот я нашла это в каком-то религиозном источнике, не про Библию, а что-то кто-то говорил о религии, и что такое обида с точки зрения религии. Мне понравилось вот это определение, может быть, оно вам тоже подойдет. А в чем оно заключается? Что обида – это сознательное сдерживание любви к другому человеку. Вот если вы сейчас немножечко подумаете об этой фразе, вот так оно на самом деле и есть. Это я сам принимаю решение, что я тебя любить не буду, да, я не буду показывать своей любви, я отказываюсь от этого. Это наше сознательное решение. Поэтому обижаемся мы сами, это наш выбор. И, конечно же, отпустить обиды можем тоже только мы сами. И когда мы накапливаем с вами обиды, то это, еще раз повторюсь, это блокирует наше развитие, как в профессиональной деятельности, как в построении взаимоотношений с партнером, с противоположным полом. Вообще в семье, с родителями отношения не развиваются, они превращаются в какой-то камень, с детьми и так далее. То есть в любом месте, с любым человеком, с которым вы чувствуете это неприятное чувство обиды, здесь идет такая блокировка. Нет роста, нет развития. Поэтому я предлагаю вам сегодня поосвобождаться от обид, которые у вас есть. Конечно, у нас сейчас после того, как мы с вами вошли в Новый год, хочется, конечно, все старое оставить за плечами и идти уже налегке, с легкой радостью, приятным ощущением. Поэтому сегодняшний вечер, сегодняшний наш мастер-класс будет посвящен освобождению от обид. И сейчас я предложу вам приготовить листочек бумаги формата А4, обычный листочек. И расчертить его на вот 8 частей, как показано на картиночке. И приготовить цветные карандаши и мелочки. Как только вы все это подготовите, пожалуйста, поставьте единичку в чате, чтобы я могла уже начинать тогда сам мастер-класс. Еще раз повторю, эту методику, которую мы сейчас с вами будем рисовать, с которой мы будем работать, она подходит как в работе с психологом, с вашим пациентом, с клиентом. И также точно вы можете эту методику использовать самостоятельно. Вот эту методику можно самостоятельно тоже. Здесь особо анализировать, а можно себя не анализировать. Здесь задача как раз-таки именно в самом процессе, который мы будем выполнять. Поэтому самостоятельно, без психотерапевта, без психолога, эту методику можно использовать. Причем еще тоже открою для вас секрет. Вот этой методикой можно работать не только с чувством обиды, но и с различными чувствами. С чувством страха, с чувством вины, с чувством гнева и так далее. То есть даже если у вас есть головная боль и какое-то неприятное ощущение, тоже вот этот формат, эта работа может подойти. Так, ну два плюсика. Я надеюсь, что остальные тоже подготовились. Ага, еще. Хорошо. Итак, нам понадобится сейчас лист бумаги, расчерченный на 8 вот таких квадратиков, цветные карандаши или мелки. Если у вас нет карандашей и мелков, но есть и краски гуашевые, пожалуйста, можете использовать гуашевые краски. Главное не брать фломастеры, потому что в арт-терапии фломастерами рисуют очень редко. Нам сейчас это не нужно. Итак, друзья, если вы уже все подготовили, я предлагаю вам сейчас сесть очень удобно, так, чтобы вам было комфортно. Мы сейчас немножко расслабимся и соприкоснемся с чувствами, которые у нас есть внутри. Вам нужно расслабиться. Сколько нужно цветов? Ну вот сколько у вас есть? Из того, что есть, из того набора можно выбирать, так что не страшно. Итак, давайте сейчас сядем все поудобней. Я буду сейчас говорить какой-то текст. Вам нужно будет это все представлять, визуализировать. И в конце мы с вами продолжим с рисунком. Итак, сядьте поудобней и закройте глаза. И вспомните сейчас момент, когда вы очень злились и обижались. Представьте, что вы очень сильно обижены. Посмотрите на свою обиду. На что она похожа? Может, это какой-то грозный полководец? Или это пылающий огонь? Или тяжелый камень? Есть ли у вашей обиды какое-то оружие в руках? В каком месте на вашем теле она прячется? Где вы ее можете найти? В груди? В сердце? Или в голове? В голове? Имеет ли ваша обида какую-то форму? Какая это форма? Круглая? Или квадратная? Или треугольная? Или у нее какая-то сложная форма? Из какого материала состоит ваша обида? Из твердого или мягкого? Какого она цвета? Издает ли она какие-то звуки? Что вы чувствуете, когда смотрите на вашу обиду? Какие ощущения в теле испытываете? Внимательно разглядывайте вашу обиду. Просто смотрите на нее. И сейчас сделайте глубокий вдох и выдох. И можно открывать глаза. Итак, если уже все вернулись из этого небольшого путешествия и погружения, пожалуйста, поставьте плюсики, и мы с вами продолжим. Так, Лена, Татьяна, Лина, да, Татьяна. Отлично, хорошо. И теперь мы с вами то, что увидели, то, что представили, вот то, что вот сейчас у каждого из вас что-то появилось, попытайтесь изобразить это в первом квадратике. Велками, карандашами. Это может быть не точный образ, который у вас прям появился, да, это может быть именно вот это чувство, которое возникло. Изобразите его так, как получится, да, вот именно в первом квадратике изображаете это чувство. Цвет, формула, о которой мы говорили, да, постарайтесь здесь передать обязательно. Вот ту вашу обиду, которую вы увидели, нарисуйте в первом квадратике. Можно прям вот образ, который был, еще раз повторюсь, а можно именно вот то, что сейчас, вот когда начинаете рисовать, рука может по-другому что-то изобразить. Отпустите себя, не заставляйте возвращаться к первоначальному образу. Главное, чтобы вы сейчас все, что вы видели, все, что вы чувствуете, нарисовали в первом квадратике. Стараемся рисовать очень быстро, схематично, потому что, когда мы с вами подключаем, начинаем уже думать, да, то здесь арт-терапия не работает пока что. Нам нужно просто руку освободить и рисовать, брать цвета, которые интуитивно, рука к ним тянется, и рисуем в первом квадратике. Буквально там одну-две минутки нарисовали что-то, добавили цвет, форму, и будет достаточно. Если вы нарисовали, поставьте, пожалуйста, единичку. Когда закончите ваш рисунок, ставьте единичку. Татьяна, Ирина, отлично. Хорошо. Оксана, Татьяна, да. Лена готова. Хорошо. Сейчас что вы делаете? Посмотрите, пожалуйста, на картинку, которая получилась в первом квадратике. Какое чувство вызывает эта картинка? Какое чувство вызывает эта картинка? Это может быть спокойствие, может быть злость, может быть печаль, может быть грусть, может быть гнев и так далее. Огромное количество чувств. Какое чувство у вас вызывает первая картинка? И вот это чувство нарисуйте, пожалуйста, во втором квадратике. Именно то чувство, которое у вас возникло, когда вы смотрите на первую картинку. Обязательно посмотрите еще раз на первую картинку. Определите, какое чувство у вас возникло, когда вы смотрите на нее. И во втором квадратике нарисуйте, пожалуйста, то чувство, которое вызывает первая картинка. Тоже рисуем схематично цвет линии формы, можем штриховать, можем там разукрашивать. Это может быть какой-то предмет, это может быть какой-то объект, а может быть вообще абстракция, может там человечек. И все, что вам приходит в голову в этом квадратике, которое бы отразило то чувство, которое у вас вызывает первый рисунок. Отключаем свою голову, не думаем, что должно быть изображено, вот как рука ведет, какие цвета. Хочется сейчас взять эти цвета и наносим во втором рисунке. Если закончили второй рисунок, да, ставим уже двоечки. Галина уже нарисовала, Ирина есть, хорошо. Так, побежали двоечки, отлично. И теперь мы переходим ко второму квадратику, да, мы смотрим на эту картинку. И представляем, какое чувство вызывает у нас вторая картинка. Определите, пожалуйста, какое чувство вызывает вторая картинка. И в третьем квадратике вам нужно изобразить это чувство при помощи цветов, линий, форм, то, что вам приходит сейчас в голову. Может какой-то образ возник, именно чувство, которое вызывает второй рисунок. В третьем квадратике рисуем чувство, которое вызывает второй рисунок. Как оно выглядит, это чувство, на что похоже, какого цвета, какой формы. То есть все, что хочется, какого образа или нет никакого образа, просто какая-то абстракция, пятнышки. Все, что приходит в голову в третьем квадратике, рисуем чувство, которое вызывает второй рисунок. Если готов третий рисунок, ставим троечку. Отлично. Хорошо. И продолжаем. Теперь мы смотрим с вами на третий рисунок. Какое чувство вызывает третья картинка? Постарайтесь определить для себя, что это за чувство. Если там несколько чувств, главное, чтобы вы понимали, какие чувства. И в четвертом квадратике рисуем то чувство, которое вызывает третий рисунок. В четвертом квадратике рисуем то чувство, которое вызывает третий рисунок. Опять цвет, форму, может быть образ какой-то, все, что приходит сейчас. Главное, не думайте, что должно быть. Вот что приходит в первый момент, то и рисуйте. Четвертая картинка. Рисуем чувства. Ирина, возможно, через смайлики у каждого по-разному. Главное, чтобы вы понимали, что за чувства вы рисуете. Если четвертый рисунок готов, ставим четверочки в чате. Четверочки у нас побежали. Хорошо. Теперь мы смотрим с вами на четвертую картинку и определяем, какое чувство вызывает четвертая картинка. И в пятом квадратике рисуем чувство, которое у нас возникает, глядя на четвертую картинку. Рисуем чувство в пятом квадратике, которое вызывает четвертая картинка. Берем различные цвета, форму, любую. Может быть, какие-то линии, может вообще штриховка, все что угодно. Что сейчас идет, вот к чему рука вас ведет, то и делайте. Если закончили пятую картинку, пожалуйста, поставьте пятерочку в чате. Отлично. Отлично. Пятерочки пошли. Кто-то уже завершает. Отлично. А те, кто уже закончил, теперь мы смотрим на пятую картиночку. Какое чувство вызывает у нас пятый рисунок. И в шестом квадратике мы с вами рисуем чувство, которое вызывает пятая картинка. В шестом квадрате мы рисуем то чувство, которое вызывает пятая картинка. На что похоже это чувство, какой оно формы, какого цвета, что это за объект, что это вообще за абстракция. То есть в шестом квадратике мы рисуем чувство, которое у нас возникает, смотря на пятую картинку. Так, если закончили, ставим шестерочку в чате. Шестерочки есть. Отлично. Хорошо. Шестерки пошли. И по аналогии мы продолжаем. Мы сейчас смотрим на шестую картиночку. Определяем, какое чувство у нас вызывает рисунок. Какое чувство вызывает рисунок. И в седьмом квадратике рисуем чувство, которое мы видим на шестом рисунке. Которое у нас возникает, глядя на шестой рисунок. Опять-таки, передаем чувство через формы, цвета, линии, образы. Все, что вам приходит в голову. Седьмой квадратик. Мы рисуем чувство, которое возникает, глядя на шестую картинку. Галина уже готова. Те, кто уже нарисовал, пожалуйста, семерочки в чат. Мы сейчас с вами проходим такую быструю работу с этой методикой. Если вам захочется потом повторить это более медленно, пожалуйста, вы можете это всегда сделать. Это будет в вашем багаже. Но здесь важно рисовать тоже быстро, чтобы мы не включали мозг. Отлично, семерочки у нас уже пошли. И сейчас мы смотрим на седьмую картинку. Определяем чувство, которое вызывает седьмая картинка. И в восьмом квадратике рисуем это чувство. Восьмой квадратик мы рисуем чувство, которое у нас вызывает седьмая картинка. Отлично, восьмая картинка готова. Сейчас я обращаюсь к тем, кто смотрит на восьмую картинку и чувствует, что какое-то незавершение произошло. То еще хочется что-то нарисовать. Если вы смотрите на восьмую картинку и вам хочется что-то еще нарисовать, возьмите еще один листочек и нарисуйте еще один рисуночек. Если у нас таких нет, поставьте, пожалуйста, плюсик. Если есть тот, кто рисует, рисуем тогда. Если не рисуете, поставьте плюсики. Восемь. Все закончилось хорошо, отлично. И сейчас, пожалуйста, напишите, что вы сейчас чувствуете по отношению к первичной обиде. Какие у вас сейчас чувства? Какие чувства у вас были в первой картинке, во второй, в третьей, в четвертой, в пятой? Какие чувства сменялись друг за дружкой? Поделитесь, пожалуйста, в чате. Эта методика позволяет снимать эмоциональное напряжение и прожить то чувство, бессознательно, конечно же, прожить то чувство, которое у нас возникло. Сегодня мы с вами работали с чувством обиды. Мы его представили, да? И мы его проживали сейчас, проходя этап за этапом. Какие чувства у вас возникли в конце рисунка? Поделитесь, пожалуйста. Просветление, Юля. Отлично, Галин. Колючий ежик превратился в красивый цветок. Ирина, интересно, как глупо, что потратила свою драгоценную энергию на глупую эгоистичную тетку. Теперь умиротворение. Отлично. Свобода, желание дальше жить. Елена, отлично. Да. Вот эта методика позволяет прожить определенное чувство. Мы вот так, этап за этапом, обращаем внимание на что вообще происходит с нами внутри. Татьяна, змея превратилась в солнце. Отлично. Это хорошо, да. То есть мы с вами все равно, смотрите, когда мы с вами обижаемся на кого-то, да, что происходит? У нас сначала очень негативные чувства. Как правило, это злость, это раздражение, это обида, это подавленный гнев, который есть внутри нас. И когда мы с вами этап за этапом, через ежиков, через змею проявляем вот эти все негативные эмоции, через различные образы, через просто цвета, которые вызывают эти чувства, да, мы в конце концов преодолеваем эти чувства и выходим на положительное чувство. Это спокойствие, умиротворение, такое расслабление. Татьяна, ежик превратился в яйцо, затем пробилась скорлупа, затем цветы. Сначала на файлике. Волосы торчали дыбом из ведьмы. На метре стала красивая девочка с радостью и улыбочкой. Ирин, отлично, хорошо. Вот эту методику вы можете взять на заметку. Если вы психолог, работаете со своими клиентами, эта техника подходит и в индивидуальной работе, и также работа в группе. Когда в группе, это еще вы можете все друг с другом поделиться своими чувствами. И это еще больше позволяет человеку прочувствовать, что с ним происходит. Хорошо, отлично, молодцы. Первый этап нашей работы с обидами – это при помощи арт-терапии. И второе, что мы сейчас с вами сделаем, мы обратимся к тканям. Мы еще подключим наше сейчас тактильное ощущение. Не только зрительные образы, не только двигательная активность рукой. Сейчас мы с вами еще поработаем с тканью. Я вам предложу технику, которая называется «Оковы и крылья». Автор этой техники – Елена Тарарина. Вы наверняка те, кто в Украине живет, вы знаете о ней. Если занимаетесь психологией, это известный арт-терапевт. У нее очень много интересных вещей. У нее так и есть книга, которая называется «Ктаневая терапия». Очень интересная. Но это вы, если вам заинтересуется, вы сами уже найдете, посмотрите. Итак, чтобы не задерживаться, у нас впереди очень интересная работа. Я предлагаю приступить. Что сейчас нужно? Возьмите, пожалуйста, чистый листочек бумаги и ручку. И если вы готовы, пожалуйста, поставьте плюсики в чат. Отлично. Вот эта техника тканевой терапии. Она, конечно, если вы психотерапевт, психолог, то вы можете проводить с клиентом. Но если вы сами хотите эту технику опробовать, здесь будет несколько сложновато, но тоже можно. То есть такого большого анализа все-таки лучше получать, когда рядом есть психолог, чтобы можно было направить как-то себя. Но, тем не менее, она тоже позволяет проработать и найти внутренний ресурс. Не только там обиду отпустить, но еще и проработать и получить внутренний ресурс. Итак, друзья, взяли листочек и ручки. И сейчас напишите, пожалуйста, пять глаголов, которые у вас ассоциируются со словом «крылья». Ни существительных, ни прилагательных. Именно пять глаголов, которые ассоциируются со словом «крылья». И можете в чате прямо написать эти глаголы. Когда у себя напишите, пожалуйста, поделитесь, какие это глаголы. Какие пять глаголов у вас ассоциируются со словом «крылья»? Итак, кто уже готов, напишите, пожалуйста, какие глаголы у вас ассоциируются со словом «крылья». Да, Ирина, можно писать в чате. Какие глаголы вызывают, какие ассоциации вызывает слово «крылья»? Пять глаголов. «Летать», «Порхать», «Возноситься», «Трепетать», «Стремиться». Отлично. У кого еще какие? Если повторяется не нужно, если что-то новенькое, можете добавлять, дописывать. Потому что все равно могут повторяться слова, поэтому пишите то, что у вас отличающееся. Что еще есть? «Измахивать», «Вырастать», «Обрезать», «Отбелить». «Летать», «Парить», «Познавать», «Освободиться», «Быть счастливой». Угу, Татьяна. «Порхать», «Махать», «Поддерживать», «Подниматься». Елена, да. «Ощущать и видеть» еще, да, Юля. Угу. «Летать», «Порхать», «Сложить», «Махать», «Сложить». Два раза сложить, ну, не страшно, пусть, может быть, еще какой-то, Татьяна, «Бято» еще, подумайте. Угу. Хорошо. «Размахивать», «Парить», «Складывать». Угу. Отлично. Хорошо. И теперь, что мы с вами делаем? У каждого из нас есть какие-то ткани, да? Возможно, это не просто там кусочки ткани, а может быть, это какая-то кофточка, там, брючки, там, штанишки или еще что-нибудь, полотенчико, платочек или еще что-то. Все ткани, которые у вас есть, можно сейчас будет использовать. Так, «Любовь» еще держать, садиться и падать. Угу. А, хорошо. То есть сейчас вот посмотрите, вот так окиньте взглядом в свою комнату, или вот вы уже, может, что-то подготовили, какие-то ткани. Сейчас вот нам понадобятся вот эти ткани. И если у вас под рукой уже есть несколько тканей, ну вот нам понадобится там несколько, да, три штучки. Вот поэтому из того, чтобы выбор был, может быть, там, несколько кофточек, там, блузочек, я не знаю, все, что подойдет, любое. Мы это не рвать, не портить, ничего не будем. Потом дальше сможете этим пользоваться, этими вещами. Просто сейчас нужно какой-то выбор тканей, чтобы у вас был. И если вы готовы, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Угу, отлично. Хорошо. Хорошо, друзья. И сейчас я вас попрошу посмотреть на ткани, которые у вас есть. И выберите ту ткань, которая у вас ассоциируется с вами лично. Вот в этот момент, которая, как вам кажется, похожа на вас, по характеру, по прикосновениям, по цвету, выбирайте и возьмите ее сейчас в руки. Выбираем ткань, которая ассоциируется лично с вами. Вот как вам кажется на данный момент, что она похожа на вас? Угу, Татьяна, отлично. Если ткань выбрали, поставьте, пожалуйста, единичку. Угу. Отлично, пошли единички, здорово. И сейчас представьте, что перед вами есть большой круг. И вам нужно вашу ткань, которую вы выбрали, разложить в пространстве этого круга так, как вам нравится. Так, чтобы вы почувствовали, что вот это красиво для меня. То есть, чтобы вам было красиво. Можно завязывать, можно перекручивать, скручивать, все, что угодно. Можно просто разложить, да, ровно. Как вам красиво. Пожалуйста, выложите в пределах этого круга ткань, которую вы выбрали, которая ассоциируется с вами. Первую ткань выкладываем внутри круга. Если вы закончили выкладывать ткань, поставьте, пожалуйста, двоечку. Главное, что то, как вы выложили вашу ткань, вам было красиво, вам нравилось то, что вы сделали. Это очень важно. Итак, выложили. И сейчас я попрошу вас снова посмотреть на ткани, которые у вас есть. Возьмите второй кусочек ткани, который у вас ассоциируется с крыльями. Посмотрите на ткани, которые у вас есть. И из них выберите, пожалуйста, одну ткань, которая ассоциируется с крыльями. И в том же пространстве, где вы выложили первую ткань, выкладывайте и вторую, где вам хочется. Можно их переплетать, можно их каким-то образом, чтобы они могли скручиваться, все что угодно. Можете рядом положить, но главное, чтобы они были в одном пространстве вот этого нашего виртуального круга, который есть. Итак, вторая ткань, которая ассоциируется с крыльями. И выкладываем ее в этом же пространстве, где у нас есть уже первая ткань. Если вы готовы, ставим троечку. И сейчас тоже обращаю ваше внимание, что вам должно нравиться, как эти две ткани находятся в этом пространстве. Картинка вам должна нравиться. Хорошо. Троечки уже застанчиваем. И теперь посмотрите еще раз на вашей ткани. И выберите третий кусочек, который у вас ассоциируется с ограничениями, с рамками, с раздражением, с чем-то таким напряженным. И тоже вот эту ткань, которую вы выберете, найдите ей место в вашей тканевой картине. Найдите и расположите так, как вам нравится. Ткань, третий кусочек, которая ассоциируется с рамками, с раздражением, с ограничением. И тоже ее выкладываем вместе с первыми двумя тканями, таким образом, чтобы было красиво, как вам нравится. Если третья ткань у вас уже выложена, поставьте, пожалуйста, четверочки. Отлично, четверочки у нас уже пошли. Хорошо. Все три ткани должны находиться... Вы можете опять-таки их переплетать, скручивать, связывать. Можете просто ровно раскладывать, рядышком, как вам угодно. Главное, чтобы были в одном пространстве, вот в этом нашем виртуальном круге. Хорошо. И теперь посмотрите по сторонам. И выберите два небольших предмета, которые находятся вокруг вас. Это может быть или колечко, или часы, или там сережка какая-то, или может быть, ну, что-то мелкое, не очень большое, да, ну, чтобы не было огромным каким-то предметом. Это два предмета. Первый из них, который ассоциируется со словом «обида», а второй предмет, который ассоциируется с ресурсом и с интересом. Выберите эти два предмета. Один, который ассоциируется с обидой, а второй предмет, который ассоциируется с ресурсом и интересом. Небольшой какой-то предмет, который, ну, в принципе, можно его увидеть, да, но не огромный. И когда вы их выберете, найдите им место в вашей тканевой картине. Где они находятся? На тканях, под тканями, рядом с тканями. Главное, чтобы они были в одном пространстве с этими тканями. Найдите им, пожалуйста, место в вашей картине. И, опять-таки, выкладывайте эти предметы до тех пор, пока вся картинка вам будет нравиться. И когда закончите, поставьте, пожалуйста, пятерочку в чат. Отлично. Хорошо. Отлично. И сейчас, те, кто закончил, пожалуйста, сделайте фото полученной картинки, потому что потом мы ее будем менять, и нам важно будет увидеть первую картинку и потом то, что получится в итоге. Поэтому сделайте, пожалуйста, фото на телефон. Я думаю, что это будет очень просто. Сделайте, пожалуйста, фото вашей тканевой картину. Когда сделаете фото, поставьте, пожалуйста, шестерочку в чат. Угу. Татьяна, ну, только если быстро, потому что мы дальше будем двигаться. Можно схематичное расположение так примерно обозначить, конечно. Важно, чтобы вы эту картинку не помнили, да, она вам потом пригодится, чтобы вы могли сравнить, почувствовать разницу. Угу. Хорошо. Ставим шестерочки. Сделали фотографии. Ставьте шестерочки, пожалуйста. Угу. Отлично. Хорошо. Угу. Хорошо. И сейчас возьмите, пожалуйста, листочек и ручку. И мы ответим на несколько вопросов с вами. Первый вопрос. Какая из выбранных вами тканей самая большая и почему? Пишите то, что вам приходит в голову. Почему это ваше объяснение, да? То есть, какая из выбранных тканей самая большая и почему, как вы думаете? Это ткань, которую вы выбрали на ассоциацию с собой, или это ткань вторая, которую вы выбирали на ассоциацию с крыльями, или это третья ткань, которую вы выбрали на ограничение, раздражение, на какие-то рамки. Какая из них больше и почему? И тоже, если у вас все одинаковые длинные ткани получились, то как вы думаете, почему? Следующий вопрос. Какая из трех тканей, первая, вторая или третья, самая плотная? Какая из трех тканей самая плотная? Ткань, на которую я, да, вы выбирали, или ткань на крылья, или ткань на рамки и ограничения? Что вы так неосознанно укрепляете, да, когда плотная ткань это то, что вы укрепляете? Третий вопрос. Какая... Отлично. Татьяна, мы дальше будем интерпретацию, я отвечу тогда, да. Третий вопрос. Какая ткань больше всего закручена, скручена или перемешана с другими тканями? Посмотрите, пожалуйста, на вашей картине. Какая ткань больше всего закручена? По вашим ощущениям, там, да, вот как вам... Вот смотрите и как вам кажется, да? Какая из тканей больше всего закручена или скручена или перемешана с другими тканями? Там, где у нас очень много скручено, это вызывает большое напряжение. То есть, что вызывает, какая ткань у вас вызывает напряжение, что та, которую вы на себя выбрали, или крылья, или это ограничение рамки, что больше всего скручено. Следующий вопрос. Посмотрим на предметы, которые у нас есть в картине, и сопоставляем их. Какой из предметов больше? Тот, который с обидой ассоциировался, или тот предмет, который ассоциировался с интересом и с ресурсом? Какой из них больше? Чему вы придаете? Крылья больше всех, да, Татьяна. Мы сейчас смотрим на предметы. Так, звук пропал. Проверьте, пожалуйста, есть ли звук. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Есть ли звук? Ага, все хорошо, отлично. У кого пропал звук, просто нажмите кнопочку F5, обновите, скорее всего, что-то у вас пропало. Отлично. Итак, какой из предметов больше? Чему вы придаете большее внимание? Интересу, ресурсу или все-таки обиде? Чему вы придаете большее значение? Бывает так, что кто-то видит только проблему, только обиду, и тогда это огромный предмет. По сравнению со вторым, это будет такой предмет очень большой. И пятое. Давайте сейчас ответим на пятый вопрос. Какое послание для вас несет каждый из предметов? Что вам хотел бы сказать предмет, который обозначает интерес? Задайте себе вопрос, что бы этот предмет вам сказал, какие бы слова, какое послание он бы вам принес, да? Тот предмет, который обозначает интерес. И какое послание вам несет предмет, который вы назначили обидой? Это обида на что или на кого? О чем говорит вам этот предмет? Какое послание он несет? Отлично. Хорошо. Если вы уже ответили, тоже поставьте плюсики. Я пока буду начинать интерпретацию, чтобы вы могли посмотреть, что происходит в вашей картине. Итак, самая большая ткань. То есть, чему больше всего вы внимания уделяете сейчас на данный момент времени? Это самой себе, самому себе, да? Или исследованию себя вот какого-то вот именно своей. Если это ткань первая, которую вы выбрали самая большая, то значит вы сейчас уделяете больше внимания именно самоисследованию. Конечно, хорошо было бы, если ткань будет большой, либо крылья, либо которая обозначает вас. Но может быть и такой вариант, когда самая большая ткань может обозначать рамки и ограничения. Так тоже бывает. Можете писать сейчас в чате, какая ткань у вас. Я попытаюсь, буду комментировать по ходу. Вот Юлия пишет и Татьяна, что самая большая я. Отлично. Это тот момент, когда вы сейчас, у вас больше всего направлено силы внимания именно на самих себя. Татьяна, самая большая крылья. Елена, самое большое ограничение. Это значит, что сейчас очень много внимания именно вот в эту сторону. Что-то очень вызывает напряжение много, эти рамки и ограничения. И с этим можно сейчас будет поработать. Крылья. Хорошо. Вторая. Самая ткань, которая плотная, самая твердная. Когда вы смотрите, она прям такая вот очень жесткая. Самая из трех тканей, какая самая плотная. Что вы неосознанно уплотняете? Что вызывает вот такую плотность и тяжесть? Ограничения замкнули в круг крылья и меня. Татьяна, вот сейчас по ходу, да, конечно, ограничения очень плотные, Елен, да, ограничения. У Татьяны плотное я. Когда плотное я, значит, вы себя чувствуете в чем-то очень такой тяжелой, да, что-то, наверное, легкости нужно добавить. И мы сейчас с вами это будем делать. Вот если вы сейчас, пока я говорю, почувствовали какое-то место в вашей картине вот очень тяжелым прям таким, сделайте что-нибудь в картине, как-то передвиньте ткани каким-то образом, чтобы вы почувствовали облегчение. Убрать эту тяжесть нужно сейчас из картины. Вот то место, где вы сейчас, пока мы говорим об этой тяжести, да, об уплотнении, вы почувствуете это в картине, пожалуйста, начинайте менять ваши ткани. Сделайте так, чтобы ваша картина стала полегче. Тканевая терапия – это живая терапия, да. Вы можете производить изменения вот прямо сейчас. Вы смотрите уже на ваши картины, и вы чувствуете, что хочется что-то изменить. Сразу скажу, что убирать ничего из картины мы не можем. Если вы хотите что-то добавить, тогда нужно будет подумать, что вы хотите привнести, какое-то качество себе, да, добавить. И осознанно тогда еще какие-то там ткани можно выбирать, но осознанно. Но убирать ничего из ткани нельзя. Ограничение перенесла вниз под ноги. Закрыла крыльями. Хорошо. Продолжим. Какая ткань самая скрученная, да, вот ту ткань, которую вы очень сильно скручивали, перекручивали, это то, что вызывает у вас больше всего напряжения. Конечно, важно, чтобы в вашей картине было как можно меньше напряжения, да, чтобы меньше этих скрученных тканей. Татьяна, скрученное я, это значит, что-то вы себе, знаете, как образное выражение, закручиваете сами себя, да, вот накручиваете. Вот это метафоричные выражения, да, что-то вы для себя очень запутываете сами себя. Елена, крылья. Что это говорит о том, что ваш ресурс, крылья, да, вспомните глаголы, которые вы писали про крылья, посмотрите на них. Это то, что вы себя закручиваете, не даете себе летать, порхать, действовать, что-то делать. Это вы закрутили свое состояние вот полета, ресурса такого, да, вот там. Поэтому сейчас, если ваша ткань скручена, пожалуйста, раскручивайте ваши ткани, раскладывайте их по-другому, чтобы вам было легко, чтобы не было чувства ни напряжения, ни тяжести, чтобы появилась легкость. Хорошо, с тканями перекладываем, чтобы вы стали чувствовать, смотря на вашу картину, легкость. И сейчас по поводу предметов, которые у вас есть. Какой из предметов больше? Мы с вами говорили, что тот предмет, который больше, это значит, этому состоянию мы уделяем большее внимание, обращаем на это внимание больше. На что у вас, Елена распрямила крылья, отлично. На какой предмет у вас больше, ресурс или обида? Татьяна по контуру. Больше ресурс, Елена, отлично. Татьяна тоже ресурс, Татьяна одинаковая. Это тоже вопрос, почему? Юлия обида. Обида, значит, большая еще, да. И теперь посмотрите, какие послания вам несут эти ваши предметы, что они вам говорят. То есть, какое послание вам несут эти предметы, предмет, который ассоциировался с ресурсом и с интересом, и предмет, который с обидой, что они вам говорят. Это очень важное для вас послание. На что вам стоит обратить сейчас внимание, подскажет интерес, чем заняться, на что переключиться внимание. Потому что если мы освобождаемся от обид, от раздражения, от негативных эмоций, то высвобождается у нас внутренняя сила, энергия, как угодно можно называть, и это нужно куда-то направить. И вот предмет, который у вас обозначает интерес, вам подсказывает, на что можно перенаправить ваши силы, вашу энергию, ваше внимание, на что переключиться. Если это обиды, ваши обиды, да, что они вам несут, на кого это, да? Если слишком большая обида, подумайте, почему она такая большая. Что она такое несет, что она вам говорит, что вы не можете никак ее отпустить. Татьяна, если обида становится частью психики, это значит, что вы сами себя разрушаете, от нее нужно отстраняться. То есть вы – это не обида, и обида – это не вы, это только чувства, одно из чувств у вас. Представьте, что у нас в ассортименте, у нас же нет только один орган – это я, да? Я – это мои глаза, я – это мои руки, я – это мои ноги, я – это мое сердце. Это все части меня, но если это только сердце, это не весь я, да? То же самое и с чувствами. У меня есть и радость, у меня есть и печаль, у меня есть и злость, у меня есть и обида. И это не значит, что одно из чувств – это полностью я. Я – это когда у меня есть весь спектр, весь набор этих чувств. Поэтому важно рассоединяться. Обида – она просто на что-то. Это о чем-то она пытается вам сказать, да что-то нужно преодолеть. Конечно, с ней можно поработать. И вот сейчас то, что мы делаем в ткани, неосознанно мы сейчас все равно с вами прорабатываем эти обиды. Потому что в эту информацию, которую вы сейчас получите, эта терапия еще будет работать. Вы еще будете думать об этом, какие-то мысли будут приходить. Поэтому просто подумайте об этом, зачем нужно сделать обиду частью своей психики. Для чего? Что она такое? Какую выгоду она вообще несет? Ирина, ты же такая обидчивая, все, к сердцу принимаю. Здесь важно понимать, знаете, основной лозунг обиды в том, что никто никому ничего не должен. И если вы ждете от людей, что вы им что-то даете, и вы ждете взамен, то можно сразу понять, что это тупиковый путь. Мы ждем, конечно же, взамен, но человек может нам дать что-то в ответ, а может и не дать. Он имеет на это право. Точно так же, как и вы. Вы можете что-то давать человеку, если вам есть чем поделиться, а можете не давать, если считаете, что вам лучше сберечь свои ресурсы, энергии, все что угодно. Мы имеем право делиться или не делиться, выполнять чьи-то просьбы или не выполнять. Поэтому важно принять на себя ответственность. Если я чего-то прошу, мне могут отказать, это очень важно понимать. А если я не терплю, что мне отказывают, конечно, у меня будет возникать чувство обиды, и тогда я буду чувствовать несправедливость по отношению к себе, и все, это зацепилось, и цепочка пошла дальше. Ирина, когда требуют от вас такого, конечно же, здесь важно научиться говорить «нет», выстраивать границы с людьми, которые наседают, это очень важно. Хорошо, давайте немножечко пойдем дальше, то у нас тут время заканчивается, то есть потихонечку будем двигаться, у нас еще много чего впереди, хочу вам рассказать. Итак, вот сейчас, прямо сейчас, посмотрите еще раз на вашу картину. И в вашей тканевой картине, если есть что-то такое, что дало бы вам как можно больше воздуха, измените сейчас, сделайте, чтобы ваша картина задышала. Обратите на нее внимание, прям вдохните в нее жизнь, да, вот как есть такое ощущение. Важно почувствовать, что ваша картина задышала. Что-то измените, переставьте, расширьте границы вашего круга, да, сделайте так, чтобы вся ваша работа задышала, чтобы она стала легкой, воздушной и приятной. Вот здесь важно, чтобы ваши оковы, да, наши обиды, это то, что нас сковывает. Вот нам наша задача сейчас с вами расправить вот эти оковы, да, чтобы мы почувствовали эту свободу, что нет никаких ограничений, рамок, и что мы можем двигаться вперед, что мы дышим. Вот, напишите, пожалуйста, задышала ли ваша картина, что вы сейчас чувствуете, какие произошли изменения, когда вы внесли, вот немножечко расправили, что-то поменяли в вашей картине, что вы сейчас чувствуете. Какие чувства сейчас вызывает ваша тканевая картинка? Татьяна, облегчение на душе. Да, конечно, когда мы расправляем с вами крылья, когда мы сбрасываем эти оковы, нам становится легче дышать, вообще хочется дальше двигаться вперед. Ага, добавила желтый цвет, задышала, появилась свобода. Татьяна, Юлия, свобода. Да, как раз вот это ощущение, которое важно сейчас прочувствовать. Поднялось настроение, хочется действовать. Елена, крылья расправились, которые были скручены, да, и сейчас уже можно спокойно двигаться вперед. Конечно же, да. Хорошо. У кого еще что? Кто еще работал? Куда девать ограничения? Татьяна, убирать их ни в коем случае нельзя. Попробуйте их, если они большие, плотные, может быть, их под ткань какую-то другую, или каким-то образом сложить так, чтобы она не мешала, может быть, рядом. Найдите ей место, покрутите, куда она может сейчас в вашей картине стать так, чтобы перестала вызывать там напряжение и ограничение, какие-то такие чувства, что замплодости, да, тяжести. Вот куда она, может быть, ее там как-то аккуратненько сложить, поменьше, чтобы она была. Вот как вам захочется. Ограничение скрутила и положила в самый низ. Татьяна, если это не вызывает напряжение, то хорошо. Если, Елен, да, то есть тоже, если ограничение скрутили, вот посмотрите, не вызывает ли вот эта скрученность напряжение. Если не вызывает, то все хорошо. Если все равно чувствуете напряжение, то еще раскрутите, пусть она более свободна. Там внизу лежит, куда нашли ей место, пожалуйста. Когда вы изменяете свою тканевую картину, конечно же, мы меняем то, что у нас внутри находится, да, наше внутреннее восприятие. И сейчас, когда вот вы уже закончили, нет, напряжение не вызывает, чувство победы, тогда все здорово, Татьяна, вставляете так, как есть. И сейчас посмотрите на вашу картинку, которая вот уже закончена, и сделайте вторую фотографию. Сделайте вторую фотографию вашей окончательной картины. И давайте ответим с вами на вопрос. Какому действию в вашей реальной жизни призывает вас ваша картина? Относительно вас самих, относительно вашей самооценки, вашей деятельности, вашей искренности. К чему ваша картина вас призывает? И что нужно сделать в ближайший момент для того, чтобы стала ваша жизнь намного легче? Что нужно сделать в ближайший момент для меня? Это может быть сегодня, это может быть завтра, в течение недели. Ну, то есть вот в ближайшее время, что можно сделать в вашей жизни, чтобы вам стало легче? Не драматизировать. Татьяна, написать лекцию. Отлично. То есть уже есть план, что делать, да? Не обижаться, Галина. Да, не обижаться, потому что это на самом деле нужно что-то в себе преодолеть. Для чего-то это действие, этот контакт с человеком произошел, да? Нужно его поблагодарить, отпустить и сказать, что я... Спасибо тебе большое за то, что ты мне показал о чем-то, чего я требую от жизни, а возможно, что этого требовать не нужно. Хорошо. Татьяна, действовать. Хорошо. То есть вот когда мы с вами работаем вот в такой технике с тканями, мы подключаем еще и тактильные наши ощущения. Освобождаться от обид дальше, использовать ресурсы. Татьяна, очень хорошее послание. Больше внимания себе, не критиковать, успокаиваться. Елена, здорово, отлично, хороший план действий. Вот обратить внимание на себя. Не тратить свою энергию на то, чтобы вот какой кто-то плохой, как он несправедливо со мной обошелся, да? Наоборот, сделать что-то для себя, самой хорошее, да? Что-то хорошее для себя. Похвалить больше внимания, себе находить какое-то ресурсное состояние, в котором вы чувствуете себя хорошо, позитивно, радостно, да? Более свободно, более легко и гармонично. Хорошо, когда мы с вами меняем вот эту нашу тканевую картину, конечно же, меняется внутреннее ощущение, внутреннее восприятие. И сейчас вот, если вы уже многие сказали о том, что появляется ощущение, что как будто у вас стало больше, границы ваши расширяются, да? Как будто вот еще больше пространства у вас появилось. И здесь, конечно же, у вас могут возникнуть новые какие-то вопросы к себе, да? И это тоже следующий этап работы над собой, да? Работа со своими состояниями, чтобы с какими-то ограничениями и рамками работы. Тоже новые вопросы, если появляются для себя, их запишите. Это то, с чем вам нужно будет поработать на следующем этапе. Хорошо, и немножечко вам расскажу про ткани. Потому что это очень интересно, да? Сейчас вот вы еще получите дополнительную информацию о тканях. Вот размер ткани, которую вы выбираете, мы уже немного говорили. Это обозначение размера проблемы, да? Если вот проблемы или ситуации, или больше внимания и так далее. Чем больше ткани, тем больше... Вот если вот ткань, у кого была ткань, которая была самая большая, которую вы выбрали на первую ткань, на себя, это значит, что вы проявляетесь в жизни больше, вы позволяете себе быть собой больше, да? Если же маленькая ткань, соответственно, мы проявляемся мало совершенно, практически чуть-чуть, но хотелось бы это увеличить, как правило, да? Мы всегда стремимся проявиться в этой жизни. Хорошо. Разноцветная цветовая гамма, когда мы берем яркие ткани, о чем это говорит? Это, конечно же, определяет разность темперамента. Активные, динамичные люди, как правило, выбирают яркие цвета, да? Люди более уравновешенные, спокойные, выберут приглушенные оттенки. Вот у кого там была морской волны? Что это за цвет? Это спокойствие. Какие чувства этот цвет называют? Вот это то состояние, которое передается, да? То есть мы таким образом через цветовую гамму проявляемся в том числе. Говорим, какого мы темперамента. Тоже сейчас обратите внимание, какие ткани у вас были. Тягучие, стрейчевые или нет? Или такие вот плотные ткани? О чем говорят? Они говорят о нашей гибкости, то есть как мы приспосабливаемся к ситуации, которая возникает, или же о нашей ригидности. То есть очень нам тяжело и жестко, да? Только так. И если что-то пошло не так, то очень сложно перестроиться. Да? Это тоже какая-то одна из черт характера, которая обозначает выбор ткани. По поводу ткани, которую мы выбираем. Воздушные они или тяжелые? Опять-таки, если вы это выбираете на какую-то проблемную часть, да? На вот, если выбирать на рамки ограничений, если выбрана ткань такая мощная, да? Тяжелая. И, конечно, говорит о том, что сама вот эта ситуация напряженности, раздражения, она для вас тяжела. Если же наоборот, это воздушная ткань, что да, есть какие-то ограничения, но вы к этому очень легко относитесь. То есть тоже есть информация. Тоже очень важно обратить внимание, какие ткани выбирает человек, да? Выглаженные или они мягкие, да? Вот вы сейчас можете тоже посмотреть как раз на вашу картину, о чем это говорит. Если у нас выглаженная ткань, то человек очень такой химой, спокойный, хочет, чтобы все было вот по полочкам, такой вот очень, ну, некоторые называют тоже перфекционисты, но вот люди, которые любят, чтобы все было понятно. Если ткани мягкие, это говорит о том, что человек несколько нестандартный, где-то в каком-то моменте есть деформация, да, да, что имеется в виду? Вот он как будто бы чего-то недозавершил, недоделал, ощущение такое, иногда бывает ощущение, что я вот какой-то недостигающий чего-то, да, вот чего-то как будто не хватает мне. Вот это ощущение может выражаться, если человек, ну, то есть это говорит вам, если человек убирает мягкую ткань, то он о себе это тоже говорит. И, конечно же, много всяких нюансов, вот если вы приобретете книгу Елены, я думаю, что там можно много чего почерпнуть, в работе, если вы психолог, это будет очень интересно. А если же просто для себя, хотя бы интуитивно обращайте внимание, какие ткани вы используете, что вы делаете и так далее. И что касается обид, конечно же, прощать или обижаться, это только ваш выбор. Вы знаете, чувства к нам приходят извне, да, есть какой-то раздражающий стимул, и мы на него реагируем. Наши эмоции и чувства – это наши реакции на раздражительность. И, конечно, здесь мы не влияем на этот момент, прилетит к нам или нет, мы не знаем. Но что делать и сколько удерживать ту или иную эмоцию – это наш выбор. Сколько времени мне ходить обижаться, да, я могу разобраться с этим и отпустить, да, а могу годами это держать с собой, никому не раскрывать, ну, никому это не буду раскрывать, да, о том, что у меня там какой-то камень. И, конечно же, тогда это наша ответственность. Для чего я держу этот камень? Что-то же он мне дает тогда, да, нужно тогда себе конкретно признаться. А поскольку вначале мы говорили о том, что обида – это манипулятивное чувство, оно чаще всего позволяет управлять другим человеком. Ну, представляете, да, что если я обижен, то тот, кто меня обидел, как он себя чувствует? То есть, скорее всего, он будет чувствовать себя виноватым, стараться сделать для вас все, что угодно. И это как раз-таки вот тот самый крючок, которым мы начинаем управлять другим человеком. Вот эта манипуляция, и она, конечно же, не дает нам возможности почувствовать близость с другим человеком. Поэтому это наша ответственность. Сколько мы будем держать эти наши чувства и эмоции в себе. Поэтому я желаю вам прощать все обиды, освобождаться от них, жить с легкостью, с радостью. Конечно, будут разные ситуации. Конечно, все равно будут ситуации, которые нам будут неприятны, они нас будут раздражать. Но все-таки я желаю вам находить в себе ресурс, который позволит выйти из этой разрушающей эмоции и идти дальше. А если обидчику до лампочки, что он тебя обидел? Ирина, вы знаете, очень часто люди, которые вы думаете, что он вас обидел, они даже не подозревают об этом. И это вполне нормально, потому что они могут не знать, какие чувства и эмоции вы испытываете в этот момент. Поэтому важно, если вас кто-то обидел, важно сказать, на что вы обиделись, что вас обидело. И дальше уже понять, те требования, которые вы предъявляли к вашему партнеру, они действительно соответствуют, он действительно это может дать. Татьяна, если обидчик умер, то тогда нужно эту ситуацию проанализировать, проработать, но лучше это сделать, конечно, с вашим психологом, психотерапевтом и отпустить обиды. Человек уже умер, он все, что мог в своей жизни, он совершил, он получил свой урок и сейчас ваш урок вы должны тоже принять. Поэтому я так не могу ответить, здесь нужно конкретно разбираться, что за обида, почему она была, почему вы ее так держите. Она, скорее всего, тоже для чего-то вам нужна. Это выгода, о которой я говорю, она не осознается, конечно, но если мы начинаем думать, что я получаю, когда я обижаюсь на этого человека, здесь уже другой вопрос. Ирина, да, я считаю, что нужно говорить, не высказывать претензию, а говорить о своих чувствах, что вот то, что ты сейчас делаешь, вызывает во мне вот такие чувства. Меня это злит, меня это раздражает, и я хотел бы чего-то, того-то и того-то. Это важно. Если мы говорим, что ты знаешь, ты такой о сволочи, все прочее, кто так себя ведет, это, конечно же, не высказывание своих чувств, это нападение на человека. И в ответ вы получите тоже. Мы понимаем, что если мы на кого-то так нападаем, то получаем в ответ соответственность. И поэтому, если вы хотите сказать о своих чувствах, то, что вам неприятно, важно говорить, что действия того человека или слова того человека у вас вызывают определенные чувства. Вот когда ты говоришь что-то, я чувствую себя вот так-то, и мне бы хотелось. И дальше важно проговорить, чего вы хотите, чтобы он так не говорил, чтобы он как-то по-другому говорил, конкретно, как он должен сказать, или что-то он должен сделать, или она, не важно. Здесь важно высказать, что вы чувствуете в ответ на слова или действия или бездействия вашего партнера, и проговорить, чего вы хотите. Это бывает не всегда очень просто и легко, но это можно натренировать. Это как навык, это приобретается. Не сразу можно рассказать о своих чувствах, к сожалению, у нас социально неприемлемо рассказывать о своих чувствах, лучше скрывать как-то свои чувства, но это не помогает устанавливать близкий контакт, поэтому я рекомендую все-таки проговаривать свои чувства, идти с партнером на открытый диалог, а не затаиваться и утаивать обиды. Обиды разрушают отношения, разрушают любовь, все что угодно, дружбу, они очень разъедают эти все чувства. Правильно. Ирина, действительно, когда вы скажете, что у меня сейчас есть желание заехать тебе в лоб, человек начнет думать, почему у вас такая реакция. Потому что если мы не говорим, что я сейчас готов тебе вообще высказать все, что я думаю, вообще я злюсь и хочу просто тебя врезать, человек начинает тогда обращать внимание, что его слова, его действия какую-то вот такую реакцию вызывают, и мы тем самым помогаем нашему партнеру тоже посмотреть на ситуацию по-другому. Правильно, действительно, шутка, шутка-шутка, но на самом деле так и есть. Хорошо, друзья. Спасибо, Татьяна, и вам. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Нет, да-да-да, примерно так мы себя ведем. Хорошо, если нет у нас вопросов, я хочу вам рассказать тогда о том, что я вам предлагаю, какие у меня есть занятия и предложения для вас. То, что я хочу вам предложить, есть интересный курс, как управлять конфликтными ситуациями и выстраивать отношения партнерства. Это как раз то, о чем мы сейчас с вами и говорили. Как дать обратную связь человеку, когда что-то вас раздражает. Как научиться вообще слышать, что человек от вас хочет, да, когда вас критикуют, как себя вести. Вообще, для чего мы вступаем в контакт, для чего мы с вами общаемся. Это очень важно. Этот курс есть уже в записи, видео встречи, 6 видео встреч по 2 часа. И как раз таки, вот для вашего курса стоимость очень демократичная. Вместо 6 тысяч это стоит 3 500. Как заказать этот курс, вам потом расскажет организатор, Татьяна, она потом подключится и все подробно расскажет. Вот этот цикл, который уже был в прошлом году, да, там есть запись, есть определенные материалы, которые есть. То есть вы можете все прослушать, я там вышлю все упражнения, которые вам нужны. Они все это есть, вы можете прям заниматься по видеоуроку. Еще, что я вам предлагаю, это еще один курс. Он похож на тот, что был, но он называется «Переговоры в личном и деловом общении». Здесь будет 8 занятий по 2 часа. И здесь мы тоже будем говорить про то, как мы вступаем в контакт с другим человеком, как на работе с коллегами общаться, как с женой, как с мужем и так далее. И что здесь очень хорошо, это будет онлайн занятия, в которых вы сможете тут же решить, какую-то свою ситуацию, обозначить ее и решить, получить какую-то консультацию в процессе работы. То есть здесь живое общение будет в группе, и вы конкретно здесь можете решать уже свои ситуации. 8 занятий тоже для вас они будут стоить 4 990 рублей. Как приобрести, тоже вот сейчас Татьяна ссылки уже в чате сбрасывает, потом расскажет. И еще я говорила вам вначале, что я занимаюсь развитием логического мышления. У детей и взрослых. Вообще логическое мышление нам нужно для чего? Для того, чтобы вообще понимать, как я живу, на основе какого, какой информации я выстраиваю там свою жизнь, принимаю какие-то решения и так далее. То есть это очень важная часть, которая позволяет нам определить, я живу по каким-то стереотипам или по каким-то шаблонам, или же наоборот, я живу вот именно анализируя все, что со мной происходит, то есть осознанно вот смотрю на ситуацию, принимаю решение. Вот здесь и сейчас, сходя из тех условий, которые у нас есть. Это да. Или же наоборот, и вот какие-то убеждения, какие-то ценности, которые мне кто-то когда-то навязал, я продолжаю жить с ними, в жизни ничего не получается, но отказаться от этих убеждений сложно. Вот здесь, конечно, нам помогает развивать логическое мышление. Это курс именно по логике. И здесь мы изучаем не только вообще теоретический материал, что такое логика, какие там законы есть, какие есть правила, но я еще рассказываю о том, как это можно применять в своей жизни, как это работает в жизни. И это тоже будет онлайн-курс, на котором вы сможете задать вопросы, какие-то свои ситуации обозначить, разобрать какие-то, допустим, ошибки, которые вы допускали в жизни, и вы хотите разобраться, почему, проанализировать. Вот это все здесь будет возможно. А начало занятий, что предыдущего онлайн-курса, что этого онлайн-курса, они будут в начале февраля, то есть буквально на следующей, в течение одной-двух недели, определится точная дата. Всю информацию, когда вы закажете курс, я буду присылать вам тогда или через организаторов, или самостоятельно, я буду вам сбрасывать ссылочки на вход, тоже упражнения, задания, все это будет. Также, смотрите, этот курс длительный, он рассчитан на 24 занятия по 2 часа, но разбит он на 4 таких маленьких блока. В одном блоке есть 6 занятий по 2 часа, то есть фактически вот по 6 занятий, а это у нас будет 1 блок. Вы можете приобретать либо 1 блок, посмотреть, насколько это вам интересно, да либо уже целым курсом. Тоже цены для вас очень приемлемые и достаточно понятные. Вот то, что я хочу вам предложить. Я с удовольствием буду рада встречам с вами. Если есть какие-то еще вопросы, пожелания, пожалуйста, пишите. С удовольствием сейчас отвечу. Если захотите пообщаться, я всегда открыта для общения. Меня можно легко везде найти. Буду рада вашим письмам, вашим звонкам всегда. Пожалуйста, звоните. Если сейчас какие-то есть вопросы, пожалуйста, пишите в чате, я с удовольствием на них отвечу. Может быть, по материалу, то, что я сейчас давала, есть какие-то вопросы. Если вы психолог и хотите что-то использовать в своей практике, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я могу что-то подсказать вам, порекомендовать, да. То есть, если вам что-то нужно, пожалуйста. Поэтому с удовольствием. Да, спасибо и вам, Татьяна. Да, спасибо, благодарю и я вас, что вы присоединились сегодня и были со мной. Спасибо огромное. Татьяна, а цвет имеет значение? Смотрите, в арт-терапии очень важно. Да, действительно, есть определенная интерпретация цветов. Вы знаете, что есть известный тест Люшера, да. Но хочу сказать, что когда мы работаем с какой-то проблемой, здесь важна интерпретация именно ваша. Когда вы рисуете, что, какие чувства вызывает тот или иной цвет. У кого-то цвет желтый может вызывать радость, а у кого-то апатию, да. И все зависит от вас. Как вы к этому цвету относитесь? Это очень индивидуальный процесс. Какая-то есть условная какая-то ситуация, но тем не менее важно обращать именно на ваши ощущения. Потому что, знаете, у кого-то в детстве были желтые там ботинки, и это было ужасно, и так не нравилось, и поэтому к желтому цвету будет негативное отношение. Хотя нормальным, в общем, простым другому человеку может это показаться, желтый цвет – это цвет радости, да. Поэтому все очень индивидуально. Татьяна ответила? Отлично, хорошо. Ну что, если нет вопросов, Татьяна, может быть... Да. Спасибо, Лен. У меня идет спокойствие. Я рада, что вам спокойно и приятно. Очень хорошо. Татьяна, ну тогда, может быть, вы присоединитесь и возьмете слово, расскажете, как можно приобрести тот или иной продукт. Ага, отлично, все. Тогда всем всего доброго, хорошего вечера. Очень рада была со всеми с вами поработать. Счастливо. До свидания. Друзья, закончилось у нас выступление первого спикера. Время у нас, правда, остается еще достаточно много. Я думаю, что, наверное, часть его мы все-таки послушаем музыку, потому что следующая часть это будет 21.30. Но что делать? Давайте, пожалуйста, поблагодарим Светлану за ее замечательное, интересное выступление, что вы поучаствовали в практике и узнали много интересного о себе. И давайте поблагодарим ее восклицательными знаками в нашем чате.